Здравствуйте! О самом актуальном к этому часу расскажем в этом выпуске. В студии Олеся Кокина. Сегодня в Великом Устике пройдет межведомственное межрегиональное совещание по вопросам паводка. Традиционно в нем принимают участие представители Севгидромета, специалисты муниципального звена МЧС Устюга и Котласа, руководители Вологодской и Архангельской областей. Начальник Северо-Западного регионального центра МЧС Игорь Панин перед совещанием провел смотр сил и средств спасения в Котласе. Руководитель регионального центра МЧС инспектировал готовность Котлашан к весеннему разливу рек. Город находится между двумя – Малой Северной Двиной и Вычигдой. Если глава ледохода на первой задерживается в Котласском районе, а вторая в это время скрывается, то город и округ утопит. В такой ситуации важно техническое оснащение спасателей, поэтому в день приезда проверяющего на центральной площади Котласа прошел смотр сил и средств, задействованных в борьбе с последствиями паводка. Игоря Паниной интересовала не только материально-техническая база, но и подготовка личного состава. Дел спасателей – 16 тестованные спасатели. Силы постоянной готовности группа спасателей в количестве трех человек. При необходимости привлекается резервная группа в количестве трех человек. При объявлении сбор привлекается вся служба. Прогнозы Севгидромета на предстоящий паводок менее тревожные, чем в прошлом году, но спасатели всегда готовятся к худшему развитию ситуации. В соседней Вологодской области уровень воды в реках заметно увеличивается. Сегодня специалисты водомерных постов перешли на ежедневный четырехразовый контроль. Оперативная обстановка и обновленные прогнозы будут озвучены сегодня на межведомственном совещании в Великомустюге. В нем примет участие и председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. Сегодня ночью из-за несоответствия требованиям безопасности были закрыты три пешеходные ледовые переправы. Они связывают 23-й и 22-й лесозаводы. Экономию с Реушингой также закрыты переправы между 24-м и 26-м лесозаводами. Для перевозки пешеходов в 6 утра начали ходить буксиры. Их расписание можно узнать на сайте администрации Архангельска. А по телефону, номер которого вы видите сейчас на экранах, вам расскажут о работе остальных переправ. Информация от Водоканала. Сегодня в связи с ремонтными работами по устранению течи на обводе в дом номер 4 по улице Шкулева в 18.00 будет организован подвоз воды. А в среду, 12 апреля, Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области ИНАО проводит День единого приема граждан. По сути, это день открытых дверей. Каждый может прийти в службу судебных приставов по месту жительства, чтобы узнать о состоянии задолженности, если такова имеется. Познакомиться с материалами исполнительного производства, получить юридическую помощь. Итак, День единого приема граждан 12 апреля с 14 до 18 часов во всех структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов. А сейчас в поселок Абазерский Плесецкого района в местном филиале Новодвинского индустриального техникума появился новый тренажер. Для Абазерского филиала Новодвинского индустриального техникума это событие можно назвать историческим. Харвестер пополнил технопарк учреждения благодаря помощи давних партнеров группы компании «Титан» и промышленного гиганта Архангельского ЦБК. Теперь можно будет обучать ребят по специальным программам и готовить полноценных водителей категории D и E, что является гарантией трудоустройства на крупных производствах. Мы видим, что без обновления материальной базы учебных заведений каких-либо результатов на сегодняшний день достичь невозможно. Поэтому одну из машин, которая хорошо зарекомендовала себя в наших условиях, на ней работал опытнейший экипаж, эту машину мы передаем в техникум. Науку вождения и управление большой техникой в филиале сегодня осваивают 20 студентов. По завершению учебы ребята получают диплом о полном среднем образовании, специальность трактористов, а также операторов – форвардера и харвестера. В Архангельске набирает популярность движение «Нам нужно расстаться». Авторы проекта предлагают попрощаться с памятниками и названиями улиц, которые связаны с людьми, вершившими красный террор после революции. Большевистский комиссар Кедров казнил людей сотнями и даже тысячами. Своих жертв коммунисты расстреливали, топили или забивали до смерти. Активист проекта Ирина Пономарева приводит слова знаменитого русского социолога Петерима Сорокина о человеке, чьим именем названа улица в Соломболе. Вопрос о переименовании должен встать относительно улиц, которые сейчас носят имена палачей – Кедрова, Держинского, Урицкого. Это именно те персоны, досоратники Владимира Ильича Оленина в нашем регионе, из-за деятельности которых погибли тысячи невинных людей. Сторонники движения планируют обратиться в городскую комиссию по топонимике, чтобы переименовать несколько улиц. В Архангельске стартовала Всероссийская спартакиада специальной олимпиады. В ней участвуют ребята с нарушениями интеллектуального развития. В программе два вида спорта – волейбол и настольный теннис. Последний проходит в Норт-арене. Туда и отправилась наша съемочная группа. У некоторых из этих ребят немного нарушена координация. Кто-то рассеян, плохо усваивает информацию. Но так говорят люди, которые их хорошо знают – родители, тренеры. Человек со стороны сразу и не поверит, что у мальчишек и девчонок есть проблемы. Уж больно хорошо они играют настольный теннис. Петру Джайлюпову из Вологды не мешают даже нарушения опорно-двигательного аппарата. Три матча – три победы. И ни одного комплекса. Я даже никого не стесняюсь, нищими даже. Все хорошо. Начинаю просто заниматься этим настольным теннисом, потому что он все развивается в голове, в мышцах и все, и тому подобное. Занимаюсь я два раза в неделю. Петр, как и другие теннисисты, участник Всероссийской спартакиады специальной олимпиады. Архангельск принимает ее во второй раз. В этом году к нам приехали более 140 спортсменов из 14 регионов страны. Треть играет в волейбол. Большинство взялось за ракетки. Ребята разбиты на дивизионы по уровню мастерства. В первом – Денис Клубович. В столице Севера он представляет Северную столицу. Ракеткой машет 11 лет. Уже и на европейских стартах выступал. Выезд на эти соревнования в Архангельске – это первый раз, собственно. Что, конечно же, дает соревнования, конечно, дает какие-то волнения и одновременная радость. Для ведущих спортсменов этот турнир – ступенька к новым вершинам. Но для всех участников вместе – нечто большее. Во-первых, адаптация в жизни наших непростых детей. Это дружба, это общение. Я даже не знаю, даже в какой-то мере и развитие. В программе соревнований есть и такие виды, как юнифайт-волейбол и юнифайт-настольный теннис. Это когда на площадке одновременно и обычные спортсмены, и ребята с нарушением интеллекта. Последним это помогает развиваться и комфортнее чувствовать себя в обществе. Завершится Спартакяда 15 апреля. Соловецкие острова вошли в десятку самых популярных мест для паломнических поездок. Такие данные опубликовало аналитическое агентство Турстат. Рейтинги возглавили Сергеев Посад из Венигород, далее Нижегородская и Ярославской области. На четвертом месте Карельский Валаам. Соловки занимают восьмую строчку в рейтинге. Сейчас паломническим туризмом в России увлекается 5 миллионов человек в год. Это до 10% рынка внутреннего туризма. В Архангельске завершается программа для неработающих женщин «Энергия успеха». Ее цель – развитие малого женского предпринимательства с акцентом на традиционные северные ремесла. Прямо сейчас история успеха одной из участниц программы. Нетрадиционный взгляд на традиционные козули. Кондитеру Ирине Синюковой практически нет равных. Эксклюзивные пряники с мизенской росписью, известные в Архангельской области и за ее пределами. Козули – это традиционное ремесло архангельское. Именно у нас это зародилось. И это хочется транслировать, хочется всех угощать. А мизенская роспись – это тоже наше традиционное ремесло, просто художественное. И когда мы вместе это объединяем, получается традиционная козуля с традиционной росписью. Это цепляет дважды. Это всем нравится. Ирина в прошлом журналист. Работая по профессии, она мечтала начать свое дело. На домашней кухне пекла торты, пирожные, пряники. Затем появились первые покупатели, и хобби превратилось в бизнес. Переквалификация из журналистов-пекарей заняла два года. А затем родилась идея применить известную технику росписи при украшении козуль. Научиться зарабатывать на творчестве – сложная задача. Прежде всего, творцы не часто умеют считать деньги. Это, в принципе, деятельность, которая противоположна творчеству. Но если этому научиться, то можно для себя открыть мир с новой стороны. Личностный и бизнес-рыбок Ирина сделала во многом благодаря программе «Энергия успеха», которая нацелена на помощь будущим бизнесвуменам в развитии лидерских и предпринимательских качеств. Сегодня финалистка программы Синюкова – успешный предприниматель. Но ее первый мастер-класс «Архангелогородки» записывались заранее. От клиентов сладкоежек тоже нет отбоя. В ближайшем будущем Ирина собирается освоить все техники росписи, исторически сохранившиеся в Архангельской области. А это не меньше десятка направлений. Также в планах постичь жель и городецкую роспись. И это все на этот час. Следующий выпуск программы «Сейчас в регионе» смотрите завтра в 12.00. А информационную итоговую картину дня можно увидеть в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова